Стихийное бедствие в Кабардино-Балкарии стало вершиной погодных аномалий холодного и дождливого лета 2017-го. Эльбрусский район республики принял на себя основной водный удар. Горные реки вышли из берегов. Из-за схода мощных селевых потоков тысячи людей оказались отрезанными от цивилизации. В трех местах затопило федеральную трассу, разрушены десятки построек, смыты в реку несколько машин. Число жертв еще долго не удастся уточнить. Некоторые до сих пор числятся пропавшими без вести. Что происходит с погодой? Почему она стала так беспощадна к человеку? Очень резкие перепады температуры и резкие перепады выпадения осадков. Все это лето было аномально. Такого синоптики не припомнят. Самый холодный июнь за всю историю метеонаблюдений. Разрушительный ураган в Москве. Весь мегаполис перевернут вверх дном. Как осенние листья в воздухе кружат стальные отбойники и листы шифера с крыши. С корнями выворочены вековые деревья. 16 погибших. Каждый день в центральной полосе России желтый уровень опасности. Улицы городов затоплены. Дождь льет не прекращая. Но настоящий всемирный потоп в Приморье. В начале августа за один день выпала двухмесячная норма осадков. Реки вышли из берегов. Мосты размыло. Ушли под воду более двух тысяч домов. Утонувшим машинам нет счета. Даже прерывалось движение поездов по Транссибирской магистрали. И финальный аккорд. Селевые потоки в Крыму. Такого никогда не видели. Машины на трассе сложились, как костяшки в домино. Эксперты говорят, все не просто так. Такие погодные аномалии не капризы природы. Человек, пытаясь подчинить природу, в результате своей активной деятельности начал сам оказывать очень сильное воздействие на изменения и погоды, и климата. Более того, специалисты утверждают, холодное лето – это результат применения климатического оружия. Возможность применения климатического оружия против Российской Федерации, да, или там против каких-то регионов России, ну, это абсолютно возможный факт. Но как это работает? И кто его запустил? Сенсационную версию обнародовали сразу несколько российских информагентств. Виновником аномально холодного лета 2017 года мог стать китайский орбитальный спутник Мо Цзи, который участвовал в опытах по квантовому перемещению. Замеры показали, что в те дни, когда аппарат работал в полном режиме, резко портилась погода, шли дожди и усиливались ветры. Хотя официальные научные институты это не подтвердили, версия не лишена оснований. Распыление в атмосфере частиц любого происхождения – это весьма эффективный способ управления погодой. И он давно работает. У нас с вами в России это направление называется активное воздействие на атмосферу. Значит, в связи с тем, что когда вот у нас споры ведутся на телевидении о том, что существует оружие, не существует оружие, давайте существует технология или не существует. Если существует поддел, который лицензирует активное воздействие на атмосферу с целью коррекции метеорологических условий, и такая лицензия выдается не только у нас, а и во всем мире, значит, такие технологии существуют. Самый простой и общеизвестный способ – высыпание химических реагентов в нижних слоях атмосферы. На высоте примерно до 10 километров – там, где может летать гражданская авиация. С целью модификации погодных условий в заданном регионе распыляют соли серебра, цементные крошки и других веществ. Наиболее яркий пример – американская спецоперация «Шпинат» во время войны во Вьетнаме. С 1967 по 1972 год армия США искусственно вызывала сильнейшие ливни, чтобы затруднить снабжение партизан по тропе Хо Ши Мина. В дождевых облаках рассеяли почти 5,5 тысяч тонн едида серебра. Количество осадков увеличилось в три раза. И самое печальное, что человечество, прежде всего, так называемые передовые страны, самые мощные державы, они стали использовать климат в качестве оружия. И используют уже давно. Однако это самый простой метод, который легко обнаружить. Есть и более сложные. Основанные не на химическом и физическом воздействии на атмосферу. Мало кто знает, что начало активной разработки принципов воздействия на климат с военными целями приходится на годы Холодной войны. Самое интересное заключается в том, что базовое научное открытие для создания этих видов оружия было сделано российскими учеными. Более того, эти научные открытия зафиксированы, опубликованы, они известны. Они зарегистрированы в Государственном реестре научных открытий СССР. Там оно фигурирует под названием «Эффекта Гетманцева». Именно русский ученый, автор более 150 научных работ Герман Гетманцев из Нижегородского института радиофизики, сделал базовое научное открытие для создания современного климатического оружия. Он сформулировал его еще больше 40 лет назад. Правда, тогда это объявлялось чисто научным открытием для исследования верхних слоев атмосферы. Он установил, что, оказывается, высокие ионосферные слои, находящиеся на многих километрах на большой высоте, их можно нагревать при помощи нагревных стендов с поверхности Земли. Первая установка такого типа была построена на полигоне Сура. Цель – изучение низкочастотного излучения ионосферных токовых систем при воздействии на нижнюю ионосферу мощным модулированным радиоизлучением. Но со времен Гетманцева ученые сильно продвинулись в этом направлении. И после этого таких установок было сделано уже многие, даже многие десятки и большие мощности по всему миру. И один из них – знаменитая и пресловутая так называемая установка «Харп» на Аляске в Американце. «Харп» – это 180 гигантских антенн высотой до 20 метров и мощнейшие генераторы излучения на площади примерно 14 гектаров. Даже сегодня это один из самых секретных объектов Соединенных Штатов Америки. Что там происходит, держится в строжайшей тайне. На прямые вопросы в ходе переговоров следуют довольно уклончивые ответы. Что такое «Харп»? Вот он изучает северное сияние. Зачем вам нужно изучать северное сияние? Да, они объясняют, ну вот, знаете, и так далее. Мы соглашаемся с этим. Но почему вы этот объект сделали особорежимым, строгим? Почему вы не делитесь тогда научными результатами научных исследований там по северному сиянию с другими? Почему вы не допускаете там специалистов из других стран? У них на это ответа нет. Недавно в прессе прошла информация, что «Харп» закрывается. Но потом выяснилось, что это не так. Происходит лишь временная приостановка по причине смены подрядчика. Хотя какой подрядчик может быть в такой сложной и требующей квалифицированных кадров установки? Кроме того, в Департаменте перспективных вооружений Пентагона продолжает работать подразделение отделка. Что значит «климатический»? В этот отдел были переданы новейшие самолеты на сегодняшний день, мощнейшие корабли во главе с крейсером «Вирджиния», которые плюс запускаются спутники, и вот получается, что нацеливается в определенную точку ионизированную вот этой озонной оболочке нашей, значит, мощный пучок излучений. Вот. И дальше со спутника как бы фиксируется вот эта точка, и далее уже корабли, самолеты тоже сосредотачивают свои мощные излучения вот в эту точку. Все это прекрасно работает, что было доказано еще в конце 70-х годов прошлого века. И сегодня мало кто из военных сомневается, что погоду корректировать можно в любой точке земного шара. В Африке или Европе, в Америке или Азии. Потом была масса у нас с вами известных, так сказать, направлений технологий. Это выведение в дальний космос, да, искусственных спутников, оснащенных технологиями, позволяющими воздействию тоже самое на ионосферные слои с целью возможности изучения и коррекции методологических условий. Эксперты уверены, что все это продолжает активно использоваться. Но не официально, потому что в 1977 году в ООН была принята резолюция, которая четко и ясно запрещала использование технологий, способных повлиять на изменения окружающей среды в военных целях. Конвенция есть, но никакого механизма контроля, механизма противодействия вот этой разрушительной деятельности не создали. И опять же, по вине американцев, они просто блокировали. Вот принять каких-то других документов. Далее общая декларация, дело не пошло. Эксперты полагают, что разработки в этой области никто останавливать не собирался. Ведь в ней, так же, как и в ядерной сфере, необходим паритет. Дать фору потенциальному противнику было бы смертельной ошибкой. Разработки, естественно, продолжались. Естественно. Люди работают, несмотря ни на какие запреты. Это же обычно. Сколько бы ни запрещали ядерное оружие, люди работают над его созданием. И Корея, так сказать, яркий пример, что даже такие страны, как Корея, это ядерное оружие создать могут. Не самые развитые страны. Израиль его создал достаточно быстро и играючись. Поэтому они будут работать и над климатом, и над всем прочим. Если открыть российский патентный реестр, можно обнаружить, что там подробно расписаны самые разные электрофизические способы влияния на погоду. Но принцип у всех схож. В основе воздействия ионных токов. Известный, значит, патент Смирнова Алексея Филипповича, да, который используя электрофизический способ, фактически электромагнитный, да, ну, практически показывал свои, так сказать, технологии на всей территории Российской Федерации, в том числе и за рубежом. Но граница между мирной технологией, работающей на благо и оружием, лежит исключительно в области применения. А доказательства того, что подобные системы применяются постоянно, появляются каждый день. Это вот в ионном слое, вот это озоновые оболочки Земли, знаете, выжигались вот такие линзы. Вот, ну, как мощные микроволновые такие вот лучи, они плавили озонный слой и вызывали вот эти дыры, через которые солнечные лучи, там, радиация солнечная, значит, проникает в определенные места планеты. Для чего это делается? Не только для глобального изменения погоды, которая порой просто становится сопутствующим фактором. Главная цель может быть и чисто практической. Они также использовали для того, чтобы нарушать связь военную, прежде всего, для того, чтобы создавать плазменные облака и перехватывать, ну, советские баллистические ракеты и так далее. Было замечено, что очень часто современные боевые действия в горячих точках сопровождаются природными аномалиями. В Югославии 56 суток стояла низкая облачность, препятствовавшая полетам боевой авиации. Во время операции в Ираке ситуация повторилась. Туман и осадки более чем наполовину снизили эффективность применения боеприпасов с лазерным наведением. В этом районе перестали вся наша спутниковая навигация получать информацию. Начали, значит, лететь вот эти средства коммуникаций. Практически было все ослеплено, и в том числе шел, значит, этот самый непрерывный дождь, сильный ветер. В этом году в Сирии в пустыне выпал снег впервые за 25 лет, что тоже препятствовало выполнению некоторых задач боевой авиации. Кто это все применяет и зачем, искать нужно того, кто получает выгоду. Демонстрации в 2011 году на площади Тахрир, когда это братья-мусульмане побеждали, уничтожая ему барака, были разогнаны жутким совершенно ливнем, которого там не было последние тысячи лет. Кроме того, есть и другие происшествия, не имеющие, казалось бы, прямого отношения к применению климатического оружия. Например, сбои в работе мобильных сетей или непонятные ошибки автомобильных навигаторов. А ведь это тоже его признаки. Сюда же следует отнести и аварийную ситуацию, которая сложилась на борту самолета, летевшего 1 мая этого года из Москвы в Бангкок. Самолет наш летел в Таиланд, и вдруг он с 11 километров рухнул в яму на 4 километра. Нет таких ям. Не бывает ни одного летчика спросить, любой вам скажет таких ям. То есть кто-то испытывал климатическое оружие. Самолет не развалялся. По идее, он должен был развалиться, самолет. Салон самолета напоминал поле битвы, разбросанный багаж и подносы с едой. Десятки людей, в первую очередь те, кто не был пристегнут, получили серьезные травмы, ушибы и вывихи. Писатель и историк спецслужб Валерий Мариван не считает, что самолет оказался в зоне применения или испытания климатического оружия. И ему при этом еще очень повезло. Кто-то это испытал над океаном, когда они пролетали именно над океаном. Ни один летчик, сколько я разговаривал, нет, говорит, не может такого быть. Упасть, да, ну, яма, бывают воздушные ямы, ну, они больше километра не бывают. Ну, падаешь, и потом опять поднимаешь. То есть подъем-подъем, поток. На 11 километров вообще не бывает. 10 тысяч метров не бывает. Здесь бах, и все. Но кто мог спровоцировать подобные вещи? Если говорить о государствах, то подозреваемый, учитывая весь политический фон взаимоотношений между США и Россией, только один. У меня абсолютно есть уверенность в том, что тот же самый Трамп, придя к власти, да, и понимая, что ему необходимо понять, да, вот эту вот военную мощь Соединенных Штатов Америки, естественно, вынужден был, да, оценить, как бы сказать, те средства и те вложенные капиталы, да, в систему того же самого активного воздействия на ионосферу с целью коррекции, да, метеоусловий в заданной точке, ну, мог попробовать провести испытания, да, но показать, как бы сказать, свою мощь и свою возможность. Однако это неожиданно, но большинство экспертов склоняются к мысли, что власти США здесь совершенно ни при чем. В конце августа сильнейший за последние 12 лет ураган Харви накрыл штат Техас и его столицу Хьюстон, четвертый по величине город США. Непрекращающиеся ливни, наводнения, затопленные поселения, 250 перекрытых шоссе, закрытые больницы и аэропорты, 300 тысяч пострадавших. Кроме того, более 40 миллиардов долларов убытков, шокированное последствиями, Национальная метеорологическая служба констатировала, происходящее просто беспрецедентно. Все его последствия неизвестны и выходят за пределы того, что мы переносили раньше. Соединенные Штаты Америки часто страдают от серьезных климатических потрясений. Ураган Катрина, разрушивший новый Орлеан, ураган Сэнди, крайне холодные последние зимы, с замерзшим Ниагарским водопадом. Их подозрения, конечно, падают на нас. Но тут возникает такое понятие, как паритет. Слава богам и слава инженерам. Мы пока опережем американцев, оружие есть, но массово оно не применяется. Почему? Потому же, почему не применяется ядерное оружие? Потому что есть паритет. Попытавшись так открыто применить климатическое оружие, можно получить очень жесткий и симметричный ответ. Кроме того, можно ожидать и нечто гораздо большее. Опять же, есть так называемые асимметричные ответы. То есть, когда на любое воздействие можно дать ответ в другой области, по другим физическим параметрам. Эксперты имеют в виду другие варианты геофизического оружия. С этой точки зрения Соединенные Штаты Америки очень уязвимы. Здесь и Елоустонский вулкан, и Калифорнийский разлом, пороховые бочки, которые могут взорваться от любого детонатора. Погибнут миллионы невинных гражданских, а не солдат. В июне лишь за одну неделю в том знаменитом Елоустонском заповеднике произошло 464 землетрясения. За одну только неделю. Ну, разная там магнитуда, порядка двух баллов, но все равно 464 землетрясения всего лишь за одну неделю. К тому же в 30 километрах от города Санта-Мария на побережье находится действующая АЭС – Диабло-каньон. А что происходит на атомных электростанциях, расположенных в сейсмически нестабильных районах, мы теперь прекрасно знаем по опыту Фукусимы. Япония расположена в таком сейсмически опасном районе, вообще-то, один из самых, так называемых, этих, океанская огненная дуга, что я бы на месте человечества вообще бы запретил в Японии любые атомные станции строить. Но другой-то конец этой огненной дуги находится в Калифорнии, и АЭС там также представляет смертельную опасность. Японский сценарий может повториться в Америке, причем также по малопонятным причинам. Ведь и относительно цунами, разрушившего Фукусиму, все не так просто. Есть обоснованная версия о его искусственном происхождении. Фукусима. Кто ее сдвинул с места? Кто Фукусима обрушил? То есть кто-то испытывает вот такое оружие, кто-то, и оно неуправляемо. Да, это могло быть случайностью, но по другой версии. Это было сделано целенаправленно. Это землетрясение, этот цунами на Фукусиме было спровоцировано ядерным зарядом со стороны американцев. Точных 100% доказательств представить никто не может, хотя косвенных доказательств много. Например, одно искусственное доказательство – это все-таки остатки радионуклидов, которые бывают после применения ядерного оружия. Такие радионуклиды были найдены в прибрежных водах, но это не может являться стопроцентным доказательством, потому что если кто-то применил не ядерное, а другое оружие, то эти радионуклиды могли оставить именно для того, чтобы пустить врага по ложному следу. Это известный прием. Но есть и еще одна версия, что японцы сами случайно вызвали эту катастрофу, пытаясь работать с климатом против Китая. Одна из версий того, что японцы, когда пробовали своими геофизическими установками рассеивать землетрясение, как говорится, нашла коса на камень, возможно, она получила обратный эффект. Поэтому главный аргумент в пользу того, что аномальное лето 2017-го не явилось результатом целенаправленного воздействия, это реальная невозможность просчитать последствия и опасность обратного удара со стороны самой природы. Воздействие вот такое активное на целом на климат, ну, во-первых, оно обоюдоострое. Тот, кто инициирует эти изменения, он рискует получить не меньший обратный эффект. Но самое главное, что это как с применением ядерного оружия. Это абсолютно непредсказуемые колоссальные последствия, вплоть до тех, кто это прибегнет к применению такого вида активного воздействия. Можно искусственно вызвать цуна, можно вызвать жару или засуху, но можно и искусственно вызвать землетрясение, которое тоже приведет к катастрофическим результатам. При этом, оказывается, на самом деле, даже не нужно взрывать ядерный заряд. Представляете себе, на Большую сопку, ну, далеко в Сибири, на полигоне, дают мощный СВЧ-разряд, а эффект проявляется только через четверо суток маленьким землетрясением, ну, магнитудой где-то 2-3 балла. Эти эксперименты были сделаны еще в 20 веке, давно. Сейчас, естественно, они усовершенствовались. И сейчас они массово не применяются именно по одной причине, что создан паритет. Так все-таки, что же происходило с погодой летом 2017 года? Ведь климатические аномалии терзали не только Россию. В середине лета погода неожиданно ударила по Германии. Кадры из берлинского метро поражали воображение и отдаленно напоминали то, что происходило во время штурма его советской армии в 45-м году. Педантичные немецкие метеорологи сообщали, что это наводнение в Германии стало крупнейшим за последние 110 лет. Также 27 июля словно в насмешку, чтобы уравновесить политические препирательства Эрдогана с Меркель, шторм накрыл Стамбул. И опять все по тому же сценарию. Шквалистый ветер, дождь, края, колоссальные убытки. То есть это следствие некой, как сказать, раскачки, скажем так, климатической системы. То есть это действительно так. Поэтому это не сколько потепление, сколько именно раскачка. Аномальная жара опять накрыла всю Европу. Польша, Румыния, Франция, Испания. Уровень воды в Дунае опустился до критического. Катастрофические лесные пожары вспыхнули в Португалии. 16 человек заживо сгорели в своих машинах. Температура плюс 42 градусов в тени долго держалась по всей территории Греции. В отдельных районах страны аномальная жара поставила рекорд. Почти плюс 46 градусов в тени. Сложилось такое впечатление, что всю воду собрали в Европе и вылили в России. Генерал Леонид Ивашов считает, что все это не может быть случайностью. Это следствие вмешательства человека с его неумелыми климатическими экспериментами. Американцы научились вызывать где-то жару в каких-то регионах, где-то там ливни. И разбалансировать вот эту климатическую систему они смогли, но управлять они не смогли. не смогли вот, чтобы управлять вот этими климатическими изменениями, которые они же вызывали. Вот. Научились вызывать ураганы, там, друцунами, другие явления, но управлять, конечно, не смогли. Швейцарский климатолог Рета Кнути из Института атмосферных и климатических наук саркастично посоветовал привести все дела в порядок и не затевать ничего нового. Он заявил, что сбываются все его самые худшие прогнозы и наступает настоящий конец света. Человечеству осталось от силы 3-4 спокойных года. Причиной стало неразумное поведение людей, которые довели свою планету до финишной черты. Своими действиями люди, сами того не желая, ускорили процесс наступления апокалиптических катаклизмов. Прогнозы на 2-й план 21-й века, на 22-й век негативны, а для некоторых, и то и для малых островных государств, может быть, просто катастрофично, их просто не будет. Ну, смоет или зальет водой. Кроме того, оказалось, что атмосфера Земли обладает некой памятью на спровоцированные человеком события. Физики утверждают, что после прекращения воздействия в некой точке все на свои места встанет очень нескоро. Ионосфера помнит электрофизические способы воздействия и может повторить их, в том числе и через год, и через два. Так что вполне возможно, что аномалии 17-го года были следствием накопленных годами климатических экспериментов. Естественный баланс Земли безвозвратно нарушен. Это самое страшное оружие. Климатическое. Планетарное входит в климатическое. То есть с помощью климатического оружия ты можешь двигать плиты на дне океана. Ты можешь поднимать воздух, озоновые дыры делать. Но можешь и запрограммировать сам того, не желая поведения атмосферы на многие годы вперед. Пошел процесс, который стал слишком опасен. Но ни остановить его, ни контролировать человечество уже не может. А начали его охотники за прибылью. Исследователи выдвигают шокирующую гипотезу. Климатическое оружие могут применять не только армии и государств. Но кто еще и зачем? Фактически, ну и в том числе это может стать оружием каких-нибудь террористов. Ведь на них сегодня проще всего списывать. Давайте примем решение, что там один из наших ученых, который получил лицензию и одобрение работы во всем мире, продал ИГИЛ. И это ИГИЛ устроило нам с вами холодное лето. Лето 2017. Может быть такой вариант? Конечно, может быть. Но есть еще более простая и понятная версия. Когда нет никаких террористов, никаких подпольных лабораторий, а все делается законно, в рамках приличных и всеми уважаемых корпораций. Они просто хотят более прогнозируемо вести свои дела. Скажем так, исключить риски неурожая из-за неправильной погоды для продажи каких-нибудь апельсинов в следующем году. И эта гипотеза шокирует всерьез, потому что она абсолютно реальна и более чем вероятна. Ничего личного, просто обыкновенный бизнес. Есть заказчик, будут исполнители и средства. Вы знаете, и мы мерзнем, может быть, не из-за того, что кто-то поставил там, что пшеница в этом году будет дороже. Нужно, чтобы меньше было, грубо говоря, пшеницы. Чтобы Россия не торговала там этим, да, и снизить наше урожай. И все. Никаких Трампов, никаких заговоров. Это чисто какая-то вот, как бы сказать, компания, которая участвует в играх на бирже. По словам экспертов, во время каждой погодной аномалии надо смотреть, а кому это выгодно. Чтобы повысилась цена на американскую кукурузу, надо немножко подсушить Европу. А чтобы немного придушить конкурента, производящего кондиционеры, устроить холодное лето. Чем будет холоднее зима, тем больше доходов получат энергетические компании. Чем будет жарче, выше доходы производителей мороженого и прохладительных напитков. Все это может быть элементарной игрой на повышение или понижение в борьбе за гарантированные сверхприбыли. И это уже не теория заговора, а абсолютная реальность. Чикаго Меркантиль и Эксченич, да, это биржа, на которые торгуют погодными фьючерсами. Там зарабатывают сумасшедшие деньги. Именно на аномальных процессах. Потому что играть, да, на обычном климате, когда вы знаете, что средняя температура, допустим, ну, я не знаю, там, в Америке, там, зимой минус 6 градусов, и ставить на то, что будет минус 16, наверное, это очень выгодно, да, когда станет минус 26, и выиграть на этом, ну, не знаю, миллиард долларов. Это же бизнес. Как говорят ученые, этим занимаются серьезные специалисты. Например, чтобы повысить уровень Байкала, нужно, чтобы дожди шли в районе двух небольших речек в Монголии. Если неофициальных климатических трансформаторов погоды в одном месте соберется несколько, и они попытаются одновременно сделать что-то, что противоречит законам природы и друг другу, то погода может явно сойти с ума. Что, возможно, мы все и наблюдали безумным летом 2017 года. Помимо прочего, на окружающую среду могут сильно влиять объекты, которые, на первый взгляд, для этого совсем не предназначены. Например, большой адронный коллайдер в Швейцарии. Летом на нем провели новые испытания, запустив ускоритель на полную мощность. Практически сразу произошло несколько десятков землетрясений. Связано ли это с испытаниями? Геофизики полагают, что, безусловно, да. Более того, исследователь Дмитрий Яньков считает, что это сооружение было построено совсем не с теми целями, которые декларировались публично. Там между Швейцарией и Францией, и я такую карту рисую там с таким вот по карте, по этой овалам, и говорю, ребят, вот цен, а вот в этом овале живет наша мировая элита. Ну, должна жить, потому что вот в этом овале они могут себе менять погоду с учетом западного переноса воздушных масс. Если это действительно так, то коллайдер был построен теми, кто отлично знаком с внутренним устройством Земли. А с ним, так же, как и с происхождением магнитного поля, тоже не все так просто. Согласно официальной науке, оно генерируется вращением расплавленного ядра в центре нашей планеты. Однако это всего лишь теоретические выкладки, которые преподносятся нам как истина. На самом деле, внутри Земли никто не был. Если подходить формально, это один из современных научных мифов. Потому что, с одной стороны, у нас любая наука, любая отрасль знания основана на доказательности. Но ведь никаких доказательств существованию ядра, физических доказательств, до сих пор нет. Но что же тогда, если не ядро, может быть внутри нашей планеты? И как это может влиять на происходящее в атмосфере? Да, мы знаем, что геологи, допустим, чтобы доказать, чтобы изучить слои атмосферы, литосферу, там, слои Махаровича и еще это, используют так называемое излучение поперечных и продольных волн. Но оказывается, эти волны действительно показывают, что внутри, проходя на определенную глубину, они начинают что-то обтекать. Но причина-то обтекания этих волн может быть не только ядро. Не так давно в Ватикане был установлен аллегорический памятник сфера в сфере. Однако многими он был воспринят как прямое указание на то, как выглядит наша Земля внутри. А точнее, это искусственный механический объект, магнитное поле вокруг которого вызывается совсем не вращением ядра, а вращением неких искусственных магнетических объектов внутри планеты. Я подумал, если полая, кора может быть не такая и большая, вот под корой что-то перемещается, и вдруг я подумал, а что это, если перемещаются, например, какие-то магниты, какие-то индукционные катушки, которые, несмотря на кору, все-таки воздействуют и на поверхность Земли, и тогда ты видишь над Землей проявление вот этих катушек, тогда все понятно. Этим можно объяснить существование на Земле загадочной сети поясов низкого и высокого давления. Целенаправленно запуская те или иные пояса, можно влиять на происходящее наверху, то есть в атмосфере Земли. Для управления климатом нужно просто усиливать или понижать магнитное поле одного из вращающихся объектов, над которым будут образовываться циклоны или антициклоны. Я их подключаю в нужное, ну, например, чтобы они внутрь Земли были направлены, то есть создали мне как раз вот этот выжимающий эффект, и я этим эффектом могу зачерпнуть воду, например, из Балтики, поднять вот этими магнитами просто и занести ее там до Москвы. Там прямо видно, что вода зачерпывается из Балтики и льется на нас через Новгород, через Тверь и в Москву, прям нам просто балочку вычерпывают и на нас ее выливают, выливают, выливают. Эта теория вполне объясняет и причину неожиданных землетрясений в Швейцарии во время включения коллайдера на полную мощность. Ну, если вы так представите себе, да, одна сильная катушка летит, а сверху включают другую сильную в противодействии или в помощи, а между ними есть какая-то прослойка, да, ну, в нашем случае земная кора, конечно, она должна что-то испытать на себе. И если включают на полную мощность, и появились, конечно, на этой вот площадке трещины. Однако эта шокирующая гипотеза выводит проблему на совершенно другой уровень. Прямым выводом из этой теории следует, что Земля имеет искусственное происхождение, и тот, кто знает это, как раз и может самыми разными способами использовать это в каких-либо целях. А строительство коллайдеров имеет под собой совершенно другие цели, о которых многие ученые даже не подозревают. Ученые вот реально работают, они хотят найти мифический бозон Хиггса, этот открыть. А на самом деле строят вот эти вот штуковины, да, для тех, кто знает. Вот кто заказывал, я не могу сказать кто. Кто-то, конечно, знает, видимо, да. Кто именно, мне трудно сказать, но какие-то кто-то есть. В любом случае, чтобы все это работало, нужен механизм внутри, приводящий всю систему в движение. Должно быть топливо и должны быть выбросы. И они есть. Мало того, могу вот что дальше сказать, что выхлопом этого генератора точно является водород. Если это так, то становится понятно происхождение всех многочисленных углеводородов, причиной пополнения отработанных уже нефтяных скважин, в которых со временем снова появляется нефть, а также огромное количество воды, бьющей глубоко из-под земли. Если внутри Земли существует такой сложный механизм, вращающий гигантские массы, то что-то должно приводить его в движение. И логично предположить, что когда-нибудь этот источник энергии исчерпается. Представляете, кончилось топливо у реактора, который в Земле. Возможно, что именно такой момент мы сейчас и наблюдаем. Система стала останавливаться, и все современные, постоянно нарастающие погодные катаклизмы связаны с изменениями внутри планеты. Либо оно крутилось само и стало давать сбои в наше с вами время. И тут у меня, просто хочу вам сказать, что человечество не так давно на Земле живет, как кажется. Что точно происходило с погодой на Земле, летом 2017 года пока сказать невозможно. Налицо явные аномалии, которые не могли быть вызваны естественными причинами. Налицо внешнее воздействие. Но любая из возможных гипотез не сулит человечеству ничего хорошего. природа гораздо сильнее человека, и она поставит его на место. И мы не первая цивилизация, которая просто уничтожалась на планете. Человек выделился из природы и сегодня наносит ущерб вот этой гармонии природной среды, окружающей среды. И поэтому он, как злой какой-то насекомый, он будет уничтожен. А что если наша планета и все человечество представляет собой некую лабораторию, создатели которой не вполне удовлетворены тем, что творят их подопытные кролики? Вот так же ручки и настройки сейчас крутят. Вот это крутанули, посмотрели. О, смотри, у этих, значит, это наводнение, а у этих и жарко, а у этих холодно. А если вот так крутанем, они сами, ну, как бы, балансируют, смотрят, что будет получаться, если вот так и так делать. Все это может быть простой, четкий и ясный сигнал к тому, что нужно остановиться и перестать делать то, чем люди увлеченно занимаются последние столетия. По сути дела, чтобы спастись, человечеству нужно развернуть ход истории в обратном направлении. Не нужно вот эти там развивать ракетную технику, там, авиацию, все, что нарушает, вот, и, значит, разрушает, вот, окружающую нас среду. Если будем вот тем же темпом идти в сторону, там, прогресса, новых типов, там, энергии, экономику, там, развивать, так далее, человек ждет печальное участие. И то, что происходило с погодой летом 2017 года, вполне может показаться нам легким бризом, освежающим дождиком, по сравнению с тем, что может ждать Землю в самом ближайшем будущем. И это точно не сулит нам ничего хорошего. А на сегодня наша шокирующая гипотеза закончена. Если что-то в нашем рассказе вам показалось чересчур радикальным, не обижайтесь, у нас нет задачи вас ввести в заблуждение. Мы лишь хотели показать вам все великое многообразие подходов к истинам, которые пока считаются незабываемыми. Сегодня я с вами прощаюсь, но встретимся мы с вами уже завтра в программе «Самые шокирующие гипотезы», как всегда, в 18.00.